День Республики 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 традиционно является одним из лидирующих по показателям. Соответственно, в текущем году мы достигли 6-тысячной отметки по надою молока от одной фуражной коровы. В целом по году район надаивает более 32 тысяч тонн молока. 32 тысяч тонн молока. Некоторые сельхозпредприятия сегодня уже активно внедряют новые технологии. Одним из таких является предприятие Юлдош, которое в текущем году закупило новое оборудование по формированию специальных упаковок для закладки сенажа. То есть это специальная пленочная упаковка, которой обертываются рулоны сенажа, сена, которые хранятся прямо на полях. Соответственно, происходит специальным образом консервирование, и питательность сохраняется, и длительность хранения увеличивается. И в последующем это, конечно, качественно влияет на продуктивность коров и на надой молока. Если говорить о проблемах села, вообще самая главная проблема, это, наверное, дороги. В вашем районе нынче как эта проблема вообще решалась? И вот, может быть, какие-то дальнейшие планы в ближайший год? Уже определены участки где-то? Что касается дорог в Малопургенском районе, я уже неоднократно это озвучивал при встречах с гражданами и с главами других районов. Я считаю, что это именно так. Дороги сегодня в Малопургенском районе одни из лучших в республике. Это следует признать. И в предыдущий период работы руководства района, и в целом, видимо, и приближенность к городу дала свои какие-то положительные моменты, что дороги сегодня в нашем районе, большинство из дорог абсолютно проезжие. Большая часть в асфальтовом исполнении, есть часть в щебеночном исполнении, ну и вновь строящиеся и обустраиваемые дороги, конечно, присутствуют еще в грунтовом исполнении, но их не так много, если сравниваться с другими районами, элементарно с северными районами нашей республики. Поэтому здесь грех жаловаться на качество дорог в нашем районе. Но понятно, что тогда, когда хорошо, хочется еще лучше. Да, и мы это понимаем. И есть проблемные участки. В текущем году силами нашего дорожного управления было отремонтировано 32 километра дорог в асфальтовом исполнении. Соответственно, участки дорог, там, где пролегают школьные маршруты, проведены ямочный ремонт, оканавливание, выравнивание обочин и так далее. Два участка автодорог республиканского значения, там, где у нас проходят школьные маршруты, отремонтированы сплошным асфальтом. Это участок 1,9 километра от федеральной автодороги до деревни Сосновка и участок Старая Мония и Тэшева, два километра. Насколько я знаю, у вас какой-то почетный дорожник живет. Кто он? Да, в Малопургинском районе есть почетный дорожник России. Сегодня ему уже 71 год, и он продолжает работать в дорожном управлении. Зовут его Иванов Михаил Сергеевич. Соответственно, он всю жизнь проработал в дорожной отрасли трактористом. Соответственно, и вся его жизнедеятельность связана с ремонтом дорог в нашем районе. Я думаю, что именно он полностью представляет, какое было состояние дорог в тот момент, когда он начинал работать, и какое сейчас. Я думаю, что он доволен тем, что он сделал, и то, что сделано дорожниками, и в целом руководством района, и всеми, кто участвовал в ремонте дорог на территории Малопургинского района. У вас еще очень удивительный такой момент есть. Малопургинская гимназия входит в топ-100 лучших сельских школ России. Как удается это? Да, база очень хорошая в нашей гимназии. Следует сказать, что в Малопурге две школы, гимназия и первая школа. И вот одна из них, это и медстатус гимназии. Соответственно, и очень хорошая база, очень хорошие, знающие свое дело учителя, педагоги, преподаватели. Очень качественно поставлен образовательный процесс. Хотя во всех школах, следует сказать, что во всех школах в Малопургинском районе очень качественное и достойное образование. И выпускники Малопургинских школ достойно представляют наш район и в среднем специальных учебных заведениях, и в высших учебных заведениях. То есть поступаемость в ВУЗы, в СУЗы очень высока. Средний балл по ЕГЭ тоже очень высокий. Мы одни из лидеров по республике, по ЕГЭ. Поэтому в целом система образования в Малопургинском районе очень качественная. Поэтому не мудрено, что гимназия именно попала в топ-100 в Российской Федерации и продолжает удерживать эти позиции. Поэтому полагаю, что это заслужено. У вас, видимо, и доп. образование на уровне. Насколько я знаю, в библиотеке ваш организован инклюзивный театр для детей с ограниченными возможностями. Подробнее об этом. Что это за театр, для кого? Да, дополнительное образование в нашем районе тоже очень широко представлено. Это и Центр детского творчества, и детская школа искусств, и спортивная школа, и дом ремесел, и библиотека и так далее. При библиотеке у нас есть клуб «Лучик». Он был образован в 2009 году, и в 2017 году, благодаря инициативным гражданам и руководителю этого клуба, Петровой Елене Николаевне, при этом клубе «Лучик» был организован инклюзивный театр «Волшебный фонарь». Инклюзивный театр для детей, имеющих отклонения по здоровью. Понятно, что не только такие дети могут там, но любые дети, конечно, участвовать. И, соответственно, на базе этого театра ставятся различные театрализованные постановки. Для детей он стал очень интересен, востребован. Теперь они показывают свои постановки уже не только на районном, но и на республиканском уровне, участвуют в различных конкурсах. И полагаю, что эта инициатива, она очень правильная и нужна, и в последующем в своей работе буду всячески оказывать поддержку этому театру. Тем более родители там активно участвуют, насколько я знаю, кукол сами шьют. Да, в основном вся работа этого кукольного театра, она построена на том, что поддерживают родителей, и энтузиазм, и инициатива вот таких неравнодушных граждан. И еще люди, которые проезжали по тракту недалеко от Малой Пурги, всегда видели необычный дом, очень крутая лестница, к нему большой подъем. Вот недавно он исчез. Куда делся? Что это за дом вообще, всем расскажите уже. Слава богу, что он исчез не с лица земли, потому что уже было такое опасение, что если мы будем продолжать его таким образом содержать, то без хозяина этот объект, он деревянный, да, рано или поздно придет негодность, потому что дерево имеет свой стогнитный. Но сегодня, благодаря правильно принятым решениям, своевременно этот объект был передан с баланса от Муртской республики на баланс муниципального образования, Малопургинский район, и далее передан в муниципальное образование поселение Багражбегринское. Для того, чтобы сохранить этот объект удивительного деревянного зодчества, он уникален по своей форме и по способу его постройки и так далее. Поэтому это здание бывшее личничество Пугачевское, и сегодня он перевезен в деревню Багражбегра силами жителей, полностью, значит, возведен на новом фундаменте, в новом месте. Уже сегодня под крышей идут внутренние отделки, устанавливаются окна. В общем, объект будет использоваться под музей ремесел, народных ремесел. Ну, там будет у нас и часть помещений под административные учреждения, часть под музеи, в общем, такое комплексное помещение. И благодаря поддержке, активной поддержке граждан, сельхозпредприятия, неравнодушных предпринимателей района, этот объект сегодня фактически на стадии завершения. Вы много рассказали о своем районе, думаю, что еще бы столько же рассказали, но наш проект, вот День Республики, который мы устроили, как вообще он вам, как вы его оцениваете? Очень было неожиданное предложение со стороны телерадиокомпании «Майо-Удмуртия», но оно было вовремя, и именно тогда, когда как раз в наших головах, в головах руководителей района, мысль о том, чтобы снять фильм о районе, как раз уже назревала, потому что в следующем году у нас юбилей района, и мы уже думали, как бы нам снять фильм про наш район, для того, чтобы он, во-первых, остался на долгие годы, на память, и для того, чтобы тех людей, те события, которые происходили и происходят на территории района, их запечатлить. Соответственно, как-то вот так получилось, что наша задумка совпала с вашим проектом. Считаю, что это очень здорово, хорошая идея. Спасибо большое, что пришли, ответили на наши вопросы. Это было «Экспертное мнение». Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok